приветствую всех на моем канале продолжаю работу с маяком 242 предыдущем ролике рассматривался вопрос как перевести магнитофон в режим усилителя при этом чтобы не работал двигатель в комментариях были разные мнения как реализовать эту идею я решил чтобы наружных не было никаких коммуникационных устройств типа вот этой перемычки все это сделать с помощью электроники но при этом все функции заложенные заводом производителем должны выполняться чтобы перевести этот магнитофон в режим записи нужно поставить кассета и чтобы на кассете не был обломан вот этот пластиковый штырек это защита от записи кассеты поставлю на перемотку счетчик сбросить ну вот кассета перематывается счетчик считает ладно хватит в обратную сторону все домотал спросу и в ноль подам сигнал с компьютера здесь записано и тубовская фанера выберу на проигрыватель или какой-нибудь фрагмент ну вот включаем магнитофон в режим усилителя это просто просто нажать кнопку запись все магнитофон работает в режиме усилителя при этом двигатель не вращается хороший здесь усилитель хорошо воспроизводит уровне сигнала можно регулировать также ручкой можно подстроить с передней панели и тембр высокий низкий вот если сейчас нажму остановка двигатель начинает вращаться магнитофон переходит штатный режим опять включаю воспроизведение переводится не надо никаких там тумблеров на задней панели ничего дека а точно также работает как дкб сейчас остановлю покажу что кассета тоже работает на этой деке так вставляю на воспроизведение какая-то запись на ней не знаю что тут это было записано кассета для проверки то есть функции деки а точно также работает штатном режиме как и деки б стоп перемотки право влево обе перемотки работают установка кассету забираю обратно и ставлю на деку б я на этой кассете попробую записать фонограмму работает как режим усилителя и включаю на запись так идет запись я много записывать не будут пару фрагментов как раз трек закончился хватит стоп Перемотка. Вот такая получилась запись. Тут я немножко дал штангу. У меня над столом стоит освещение. Нужно было ее выключить, потому что дает помехи при записи. Это нужно тоже учесть. Ладно, стоп. И сразу же что? Перемотка. А сейчас можно включить и сигнал, который подается с компьютера. Вот так. Ничего не нужно коммутировать, резать. Просто этой одной кнопкой все управляется. При этом двигатель будет стоять еще раз. Говорю об этом. Ну вот, хорошо работает аппарат. Как усилитель очень хороший. Мне нравится. Хорошие колонки еще сюда поставить. Ладно, хватит. Значит, сейчас я разберу этот магнитофон и покажу внутри, что я сделал. Чтобы при работе магнитофона в режиме усилителя двигатель не вращался. В других режимах работы магнитофона двигатель работает в штатном режиме. Вот на такой макетной плате я собрал схему. Здесь корпус микросхемы, также реле, транзистор. Ничего здесь сложного нет. Делать печатную плату под это устройство я не стал. Микросхему CD4001 я поставил на панельку. Так, еще здесь немножко есть. Нужно вытереть. Сверху на плате снизу помыл, а сверху еще осталось. Так вот, транзисторы здесь можно применить. КТ315 я поставил КТ3102. Хотя вот эта микросхема у меня стоит на панельке. А плата крепится таким образом, что микросхема получается вверх ногами. Она все же очень хорошо стоит в панельке и не выпадает. Я уже экспериментировал. Конечно, лучше эту микросхему запаять без панельки. Быстрее всего я так и сделаю. Так, что снизу? Тут я напаял провода, соединяющие питание плюс 5 вольт. На питание микросхемы, а также плюс 12 вольт, подается на катушку реле. Вот так вся эта конструкция крепится. К сожалению, места закрепить плату, казалось бы, большой магнитофон негде. Вот получилось тут только в этом месте. У меня. Возможно, у кого-то будут другие варианты. Саморезом плату креплю к стойке, которая держит плату шумоподавителя. Вот так я закреплю. Закручиваю до упора. Ну вот. Вот плата так и стоит. Питание на плату я взял с проводов, идущих с разъема блока питания. Вот кембрики. Здесь эти провода это плюс 5, плюс 12 вольт и общий. А сигнал подается на первый и второй вывод микросхемы. Это с выводом микросхемы запаялась в нижней части платы. Схема управления двигателем собрана на микросхеме К561Л5. Импортный аналог этой микросхемы CD4001. Микросхема имеет 4 базовых элемента или с инверсией выходного сигнала. В этой схеме я применил только 2 элемента. Это DD81 и DD82. Остальные 2 элемента не используются. Управление реле. Транзистор WT1. КТ3102. Реле JZC20. Обмотка этого реле рассчитана на напряжение 12 вольт. Имеет 3 переключающих контакта. Ток коммутации 10 А, что с большим запасом необходимо для данной схемы. Подойдут вместо этого реле и другие подобные малогабаритные реле с подобными техническими характеристиками. Итак, разберемся, как это все работает. При нажатии кнопки «Запись» на деке B срабатывает триггер DD41. На выходе триггера «Вывод 1» устанавливается логическая единица. Соответственно, логическая единица будет на втором выводе DD81. На первом и пятом выводе логический 0. На четвертом выводе DD82 устанавливается логическая единица. Открывается транзистор WT1. Включается реле. Размыкаются контакты реле. Разрывается цепь, соединяющая минус 12 вольт с разъема X17, контакт 2 и точка 13 на основной плате. Этой точке подключен разъем X10, контакт 2, минус 12 вольт подается на плату управления двигателем. Так как цепь будет разорвана, двигатель отключается. Магнитофон работает в режиме усилителя. При нажатии любой кнопки управления, кроме команды воспроизведения в ДКБ, на передней панели магнитофона DD82, вывод 4, установится логический 0. Транзистор WT1 закроется. Катушка реле обесточится. Выводы, соединяющие разъем X17,2 и точку 13 замкнутся. Цепь минус 12 вольт восстановится. Двигатель начнет вращаться. В режиме запись на триггере 4,1 установится логическая единица. При этом на выводе третьем микросхемы D, D6,1 установится тоже логическая единица. Эта логическая единица будет и на втором выводе элемента DD81. На четвертом выводе установится логический 0. Транзистор WT1 будет закрытый. Контакты реле соединяют цепь минус 12 вольт и плату управления двигателем. Двигатель должен вращаться. Магнитофон будет работать в обычном режиме запись. Вот так, кратко по схеме. Сейчас покажу, как это все работает. Так, нужно выставить камеру, чтобы было удобно. Ну вот. Кажется, так будет нормально. Включаем магнитофон. Сейчас должен двигатель вращаться. Он вращается. Все работает в штатном режиме. Все как должно быть. Если я нажимаю... Запись, то есть перевожу магнитофон в режим усилителя, двигатель останавливается. Вот, стоят маховики. Все нормально. Когда я... Остановка. Двигатель переходит в штатный режим. То есть, работает, как и должно быть. Все, двигатель вращается. Возьму какую-нибудь команду. Например, воспроизведение. Вот. На воспроизведение идет сигнал. Остановка. Перемотки. Тоже двигатель вращается. Обратно перемотка. Все. Не мешает. ДК-А. Тоже включился двигатель. Остановка. Перемотки. Все работает. Для полной ясности картины в ДК-А поставлю кассету. Ставлю кассету. И включаю на воспроизведение. Ну вот, сигнал пошел. Индикатор показывает, что работает ДК-А. Перемотка. С кассеты. Остановка. Пять. Перемотка в обратную сторону. Двигатель вращается. Так. Что еще? Стоп. Включаю обе ДК-А. Все. Двигатель работает. Остановка. А вот сейчас включаю запись. И двигатель должен быть остановлен. Все. Двигатель стоит. Ну вот такая информация по этому магнитофону. Как я сделал, чтобы перевести магнитофон в режим усилителя и был выключен двигатель с этой платой. Показал, как я сделал. А уже вам решать, как сделать. Делать тумблер. Делать перемычку. Или ставить такую плату. Все зависит от вас. Есть, конечно, в этой конструкции небольшой минус. В режиме записи сигнал нужно подавать не сразу, а с небольшой задержкой. Для того, чтобы двигатель вышел в свой штатный режим. Но эта задержка небольшая. Практически будет несколько секунд. Вот такая информация по этому магнитофону. Если будут вопросы, задавайте. По возможности отвечу.